Мы всегда благодарим своего Бога, который хранил нас, оберегал нас. Мы имеем с вами возможность слышать повествование, напоминающее нам о Иисусе Христе. И это напоминание говорит нам о том, чтобы возбуждить в нас чистый смысл, чтобы мы могли получить от Господа откровение, вразумение. Если мы сталкиваемся с разными людьми на земле, мы имеем отношение с ними, хотим понять людей. Есть люди, которые имеют такое сильное влияние на других людей. И они сильные в своей воле, разумные и увлекают за собой людей. И мы понимаем то, что наша жизнь также связана с рассуждениями и взглядами. И как мы с вами имеем эту книгу, Евангелие, Библию, мы также имели возможность знакомиться со всеми героями веры, со всеми личностями, которые записаны в этой книге. И каждый из нас в свое время столкнулся с именем Иисуса. Его рождение казалось нам в свое время интересным, таким сверхъестественным. И думалось о том, что правда ли это так должно было быть. Или что-то, какая-то выдумка, какая-то басня или что-то другое. И мы знакомимся с рождением Иисуса Христа, то хочется думать о том, какие обстоятельства были, какая информация была о том, что родился Сын Божий. Мы читаем в Евангелии, повествуется о том, что Бог открылся Марии, что она родит Сына. И каким образом, ей было непонятно, но она согласилась с этим, смирилась. И рождение происходило. И кто знал об этом? Мария знала, Иосиф знал. В свое время Захария и Елизавета узнали, может быть, по той причине, что она пошла проведывать Елизавету. И они исполнились Духа Святого и свидетельствовали о том, что родится особый младенец. Когда родился Иисус Христос, то информация была только дана пастухам. Пастухи увидели это откровение на небе ангелов поющих и славящих Бога. Пошли, посмотрели и узнали и возвратились к своим овцам. Далее волхвы пришли и говорят, где родившийся царь иудейский. На арену выходит Ирод и заинтересован этим и ведет борьбу против того, чтобы уничтожить этого родившегося царя. Ангел Божий открывает, чтобы Иосиф с Марией бежал в Египет. С Египта пришли. Кто знал путешествия их, возвращения их? Иосиф получил откровение, что нужно идти в Назарет, не возвращаться в Ифлием. И они там проживали. Мария, конечно, наблюдала за Иисусом. Она влаживала свое материнское сердце в охрану, в защиту этого младенца. И однажды в 12-летнем возрасте они были в Иерусалиме на праздник. И очень удивилась Мария и Иосиф, что Иисус разговаривал с первосвященниками, священниками, задавал вопросы, очень правильные вопросы по Торе. И удивлялись те пожилые мужчины, которые всю жизнь потратили на изучение Торы этим вопросом и ответом этого 12-летнего мальчика. Кто видел в нем на то время, что это особый человек, который родился на земле, на землю для определенной цели? Кто мог распознать, какая информация? В тогдашней цивилизации была только передача устным. Те свидетели, которые понимали, кому они могли передать? Очень малый круг имел познание о том, что родился особый человек на эту землю. Когда произошло это, он возвратился назад в Назарец с родителями, и о нем говорится, что он преуспевал в мудрости, послушании. И его уважали, этого маленького мальчика 12-летнего, и дальше возрастая, уважали все люди. И мне задается вопрос, и Мария имела родителей или нет? Есть исследование о том, что у Марии были отец и мать. Отец ее был раввином, и его перевели в строящий город недалеко от Назарета, где Ирод задумал и построил великолепную библиотеку. И, несомненно, может быть, этот маленький мальчик ходил к своему дедушке и имел доступ к той библиотеке, которая была очень большая, все свитки, вся документация лежала и была доступна через своего дедушку. И он умственно развивался, человеческий, физический ум развивался до такой степени, что удивление было всем людям, которые встречались, с которыми пересекались эти пути. В 30 лет, о нем ничего, до 30 лет особых таких повествований, о нем ничего не говорится. Говорится о том, что в 30 лет он вышел на особое служение, вышел из дома отца своего с Назарета, и был 40 дней и 40 ночей в пустыне и определился в Капернауме и начал служение как раввин. Его признавали, потому что учение было его сильным в слове и деле. И он учил не так, как книжники и фарисеи, он был сильный в действовании. И люди, к которым он приходил, в основном простым людям, оказывал внимание, оказывал заботу, исцелял, воскрешал, подымал, давал зрение людям и так далее. Таких много событий было, и распространился о нем слух. До этого, может быть, никто особо не обращал внимания, но обратили внимание на то, что он створил на этой земле. По-особому отнеслись к этому разные люди. По-особому прислушивались к тем свидетельствам, которые говорили люди, потому что мы знаем, что человек, который получил исцеление, они не молчали, они свидетельствовали, что Иисус из Назарета совершил это чудо. По Его слову, я сегодня хожу, я сегодня здоров. Слава нашему Богу! И когда все это происходило, то мы знаем, что ученики появились у Него. Он учил их, и путем знания Торы он удивлял их, как он учит, как он говорит согласно Слову Божьему, который Бог послал через Моисея народу израильскому. Нет противоречия, противоречия истолкованиям раввинов. Талмуд, который создался в свое время, очень большая книга, на каждый закон в Торе было толкование раввинов, и часто не совпадало правильное познание Слова Божия. И Христос в свое время сказал о том, что вы преданием человеческим устранили заповедь Божию. И ученики почитали Его и говорили, «Ты, Сын Божий, кому нам идти, мы будем с Тобою до конца». Другие люди, особенно книжники-фарисеи, не принимали Его, даже говорили о том, что Он действует силою князя Бесовского, Вильзевула. И таким образом образовалось то, что вражда со стороны правящей религиозной элиты направила к Нему все усилия, чтобы Его оклеветать, чтобы Его вывести из этого, потому что Он приобретает больше людей, внимания обращают на Него, и фарисеи, книжники боялись, что люди от них уйдут. Таким образом, когда Иисус говорил ученикам, говорил о том, что Мое время скоро придет, и один из вас предаст Меня, на арену вышел другой человек, Иуда Искариот. Какие у него были мотивы? Но у него появилась идея что-то сделать такое, чтобы придать Его в руки первосвященников и священников. И он имел какие-то намерения, но больше всего считает, что он был заражен болезнью серебролюбия. И эта болезнь очень страшная, от нее очень трудно освободиться, и он пошел по такому пути. Наверное, думал, что обогатиться каким-то образом. Пошел к книжникам и фарисеям, к первосвященникам, предложил цену 30 серебрельников, и начал работать на этом. Не остановился, хотя Христос мне однократно напоминал Ему, указывал то, что нужно быть честным и справедливым. Но его разум охватило идеям, какой мотив, что трудно. Многие по-разному рассуждают о нем, но фактически пришло то положение, что он поступил так, целованием предал Иисуса Христа. И когда он увидел все то, что делается, то он разочаровался в своей идее. Обычно грех рисует очень красиво. Какие-то итоги, какие-то воображения, какое-то достижение будет, но все то дьявол привел его к очень печальной кончине. Он остался один, все отказались от него, и он погиб. наложил самоубийство, сделал, повесился. Казалось бы, Христос посылал его, слышал Слово, видел чудеса. Также с учениками он ходил, благовествовал, и через их служение совершались чудеса. в такой близости был к Иисусу, но идея греховная поборола его, и он стал предателем, и о нем было говорено, в Слове Божьем лучше бы такому человеку не родиться. Нам напоминается пример тот, чтобы мы не увлекались этим земным. Особенно это тяжелая болезнь, сребролюбие. Многие охватывают это болезнь, душу, сознание. Многие людей трудятся и беспокоятся постоянно в суете, постоянно в беспокойстве, чтобы приобрести больше и больше. Но приходит время, когда они остаются, приходят на суд, и их ожидает другое печальное дело, вечная погибель. Поэтому Слово Божие оберегает нас, показывая на примере Иуды, чтобы мы понимали и разумели, как относиться к разным мыслям, и к разной идее, которую я может захватить, и она может быть неугодна Богу. И мы останемся без Бога на вечные мучения и на вечные страдания. Когда произошло все это, пришли к Евсиманию книжники, может быть, даже первосвященник был там, и взяли Христа. Суд, который произошел разделяется на три части. Тот, который в ночное время забрали Его, привели в двор Каиафы, и там совершали суд. В 22-й главе Луки написано, описывается, как поступили с Иисусом в ночное время, как они вели себя, как они Его плевали, били, насмехались, и так далее. Очень печально было смотреть, даже самому вообразить, как отнеслись к человеку, который так много сделал добра. Если Он являл такие чудеса и знамения, почему люди поднялись на Него, почему люди смеялись с Него, били полонитом, били палкой, и так далее, и говорили про реки, кто ударил тебя. такие пути человеческие пересеклись с Сыном Божиим, который мы понимаем, что это Сын Божий, и люди, которые участвовали в этом, многие, может быть, потеряли вечное спасение, имели такую возможность распознать, имели такую возможность обратить внимание, остановиться, не спешить с выводами, и прийти к познанию, что это особая личность, которая благословенна Богом Отцом, Богом Израилевым. И таким образом наутро Иисус предстал перед Синедрионом. Его привели в Синедрион с двора первосвященника Каиафы и начали допрашивать, говорили о том, что он неправильно поступает, что он скажи нам ты царь иудейский. Он сказал ты говоришь и таким образом они перед первосвященником сказал о том, что он есть Сын Божий. Понял этот первосвященник, разодрал одежды и говорит как вы думаете достоин он смерти. Все в Синедрионе согласились. Да, достоин смерти. Синедрион обычно в состав Синедриона входило 71 член и решение имени имели на то право иудея имели на то право, что только политические вопросы преступные дела рассуждать и выносить смертную казнь путем распятия на кресте. Книжники фарисеи пришли перед тем, как войти в приторию. Они не захотели это сделать, потому что боялись оскверниться, войдя в языческие здания. И казалось бы, то, что они затеяли, они не видели. Такое злое, греховное дело. А вот зайти в приторию, чтобы не оскверниться и можно было есть вечером Пасху, которую они праздновали. Таким образом Пилат выходит им навстречу и они выносят ему обвинения. Книжники, особенно первосвященники, священники, что он возмущает народ, учит всех, чтобы не давали подать налогов Кесарю и ставит себя царем. Это, конечно, затронуло Пилата, и он коснулся того, что его больше всего тревожило. И они оклеветали, сказали ложь, сказали совершенно противоположное. Когда мы считаем и слышим о том, что он, Иисус, ответил тем людям, которые пришли и сказали, позволительно ли давать Кесарю или нет. Он ответил, показал им ответ такой, взял монету и показал, что чье изображение Кесарю Кесарю, а Божий Бог. Никогда он не говорил о том и не возбуждал народ к тому, чтобы не давать подать Кесарю. Но священники, книжники, законники пошли на страшную ложь ради своих интересов, ради своего положения. Они по зависти своей, по успеху Иисуса Христа в благовествовании, в исцелении, в действиях, они возбудили народ. Говорят о том, что и Пилат принял поступки его были. Он сам был такой жестокий человек, горделивый, чисто любивый, старался держать все в своих руках и есть, что касалось лично его, любыми путями, чтобы достигнуть. Обижал, ненавидел евреев, обижал их нерелигиозные верования и насмехался много, но с Иисусом Христом почему-то он поступил лояльно, угождая толпе, угождая священникам, потому что в это время в Риме поменялось обстоятельство. Тот покровитель, который назначил его быть прокуратором в Иерусалиме во все иудеи, сошел сцены, а на него, на Пунтия Пилата жаловались, народ жаловался и писали сообщение, что он издевается над народом израильским и приступает все полномочия и собирает другие подати и не вел такую честную жизнь. пилат понял, что что-то в Риме поменяется и нужно, чтобы не было бунта, он вышел навстречу этим людям, которые требовали смерти Иисуса. И он услышал от жены, что жена в свое время послала ему сказать, когда он сидел на троне судейском, не делай ничего худого этому праведнику. Но он хотел как-то уклониться, но боялся своего положения, что с ним, если опять возникнет бунт, который был неоднократно среди народа израильского, в его правлении, он правил 10 лет и он пошел на уступки и согласился, чтобы Иисуса бив, мы читаем о том, что его иссязали римские воины, крепко били и проливалась кровь, венок терновый надели на него, кровь был избитый до изнеможения. Потом и приказал ему, чтобы его бичевали Иисуса. Мы знакомы несколько моментов повествуется о том, что бич, который римляне использовали, был несколько кожаных таких лентов и на концах или свинцовые, или костяные такие привязывались, то когда их били и били по спине этим бичом, то рваные раны оставались и кровь из них вытекала. Особо больные были такие раны и Христос это молча, молча, Он молчал и Его били, может быть слышны были только стоны, но Он оставался в своем направлении к той цели, которую Он имел. в отношении того, что Пилат тоже встречался с Иисусом, его кончина тоже печальная, его вызвали после десяти лет, вызвали в Рим и там был какой-то суд над ним и отослали его в ссылку в южную часть Франции и свидетельствует некоторые данные, что Он покончил жизнь самоубийством. Хотя Он имел встречу с Сыном Божиим, но потерял возможность, не обратил внимания, а обращал внимание на свои честолюбия, на свою карьеру, на то, чтобы иметь заработок, деньги, и кончина его пришла к такому печальному концу. Когда его вели на Голгофу, в описании говорит о том, что они встретили, Иисус ушел и под крестом упал. Упал, он был избит до невозможности, падче всякого человека, обезображен лихий его. И когда он упал, то вызвали, на то время был как такой Симон, кирианин, они заставили его нести крест. Таким образом, Симон Кориниянин оказался помощником Иисуса, чтобы нести крест на Голгофу. Этот человек жил в Кориниянин, который находился возле западной границы Египта, в Ливане, Ливии, в Ливии. И по-видимому, есть такое предположение, что он на Пасху еврей шел в Иерусалим и как раз пришел на тот момент, когда встретился с такой процедурой. он шел с поля и его увидел воин и заставил его нести крест. Это было для него ужасное зрелище. Он никогда не сталкивался с таким. В этом городе, где он жил, там была еврейская синагога. И во второй главе Деяния апостола напоминается об этом, что там с оттуда приходили на День Пятидесятницы евреи на этот большой праздник в Иерусалиме, где когда-то в свое время ученики получили крещение Духом Святым, когда сила Духа Святого наполнила учеников радостные события, слава Богу. И далее говорится о том, что Павел напоминает о неком Руф, Руф, потому что у Симона были два сына Александр и Руф. И по-видимому этот Симон, посмотря на то, Господь помог ему в таком состоянии, в котором он находился, избитый, помог ему открыть его сердце, Духом Святым коснулся этого сердца. И по-видимому этот человек, который казалось бы, случайно пересеклись пути с Иисусом, он получил спасение всему дому. Жена, дети, и так есть предположение, что он покаялся, признав Иисуса Сыном Божиим, Спасителем, и получил прощение грехов. Слава нашему Богу. Поэтому всякие движения, всякие люди встречались и пересекались с Иисусом Христом. Некоторые получили прощение, некоторые возросли в вере и служили Господу. Но в последний момент, когда он висел на кресте, потому что крестная смерть, это ужасная казнь, вложили крест на землю, вложили человека, прибивали руки ко Христу и привязывали руки веревками, поднимали этот крест. Это ужасные страдания. Люди, которые переносили эту казнь, они могли жить в день, два, три дня. Это мучительная смерть. Люди приходили такое помрачение, они проклинали всех своих врагов, кричали там, но Иисус молчал. Наоборот, с креста он говорил, проси им, потому что они знают, что делают. И он говорил в последний момент, который разбойник сознал свою вину, и Господь говорит, ныне со мною будешь в раю. Такова миссия нашего Господа, который родился, которой вначале не было такой большой информации, не было такого, что родился такой-то, такой-то, как говорят в этом мире. В царе родился сын, и сообщают всей стране, но там было скрыто, и трудно было уразуметь, но люди, которые приняли его на свое внимание, что он делами своими подтверждает, что он особый человек, что он является Сыном Божиим, и пришло время, когда он сказал, совершилось. И мы все с вами, и в свое время для меня также совершилось то, что принял Господа Иисуса Христа, имел личную встречу с Ним. Слава Богу! Бог дал возможность прийти к Нему, встретиться с Ним, рассуждать о Нем, взвешивать все то, что Он сделал, и теперь то, что остается нам всем, кто имел личную встречу с Господом, иметь, дорожить этим, потому, что Он совершил нечеловеческий подвиг, в теле человеческом выдержал такие страдания, чтобы нас освободить. Поэтому мы поклонимся нашему Господу. Он достоин того, чтобы нам не пропустить, не забыть о Нем, не забыть о Его чудных делах, которые Он делает и продолжает делать, которые делал в нашей жизни, даже когда мы только встали на то, чтобы рассудить, узнать, кто эта же личность, Он вышел навстречу, открылся нам, дал свои откровения, и мы уверовали, и имеем сегодня свободу от наших грехов. Даже если мы согрешаем, последовав за Господом, кровь Его сильна, очищать нас, освобождать и давать нам мир и радость спасения. Поклонимся Ему, поблагодарим Господа. Аминь. Аминь.